давайте начинать мы с вами продолжаем наши разговоры о глубоком обучении и мы наконец переходим к той части которую я обещал и анонсировал а именно той части которая посвящена порождающей модели глубоком обучении и мы довольно естественно долго будем об этом говорить отвлекаться периодически обратно дискриминирующие модели у нас будет много разного интересного происходить здесь но так или иначе в целом давайте начнем с того что вспомним что такое вообще порождающие модели если я ничего не путаю я вам это рассказывал в прошлом семестре то есть что модели в машинном обучении бывают дискриминирующие и порождающие и дискриминирующие модели обучают какое-то условное распределение п от y при условии x порождающие обучают совместное ну или просто п от x распределение самих объектов ну и соответственно если мы хотим научиться отличать котиков от песиков то это дискриминирующая модель а если мы хотим научиться рисовать новых котиков то это порождающая модель и из порождающей модели конечно можно довольно легко сделать дискриминирующие да но не наоборот потому что вот п от x скорее всего и есть та самая сложная часть распределения ну то есть п от y при условии x это котик или 5 секунд фотографии а п от x сама фотография понятно что это объект гораздо более сложное распределение это обучать гораздо труднее вот и у нас был такой характерный пример если опять же ничего не путаю если путаю скажите мы устанавливали соответствия некое между порождающими дискриминирующими моделями на примере логистической регрессии и наивного байса оказалось что они образуют какую-то там порождающие дискриминирующие пару потому что делают примерно одинаковые предположения в логарифме получается линейная зависимость от параметров если правильно определить что такое параметры но значит наивный байс как порождающая модель умеет генерировать новые объекты хоть конечно в реальных задачах вроде классификации текстов он будет делать это очень плохо а дискриминирующая модель виде логистической регрессии умеет делать это гораздо более выразительно классифицировать те самые тексты и на неограниченную признаками используемыми в наивном байсе но зато не может порождать объект вот ну и естественно когда глубокое обучение начало свой победоносный марш по ландшафту нашей науки люди попытались обучить попытались научиться обучаете порождающие модели тоже с использованием нейронных сетей и давайте я значит кратенько начну с того что дам какую-то общую классификацию того что там происходит на самом деле самое главное различие вот если мы возьмем все порождающие модели в том числе и глубокие порождающие модели то самое главное различие это будет между моделями которые явно моделируют плотность экспресс и пенсии модулс сейчас объясню и моделями которые не явно моделируют плотность имплесит инститимов То есть, о чем здесь речь? Ну, в explicit density моделях, о которых мы сегодня как раз говорим, мы можем записать вот этот самый P от X, и мы знаем, мы можем для какого-то нового X, если у нас есть обученная такая модель, посчитать P от X. Ну, например, вот наивный bias — это типичная модель с явной плотностью, потому что, вот, пожалуйста, мы делаем эти предположения, да, и дальше, если у нас новая пара X, Y, мы легко можем ее плотность посчитать. А в моделях с неявной плотностью так не получится. И тут может возникнуть вообще непонимание, как вообще так может быть, как я могу построить модель машинного обучения, которая должна уметь моделировать X, но при этом она и из нее плотность не извлекается. Ну, на самом деле, во-первых, например, это могут быть модели, которые что-то сэмплируют. Вот мы с вами говорили про методы Марков Чейнманда Карла, например, как они устроены. Там есть сэмплер с явной плотностью, действительно, и чего-то мы там куда-то ходим, что-то как-то, значит, туда-сюда-обратно ходим, но можем ли мы... Нет, там можем, извините, плохой пример. Нет, как раз в наших тех МСМС методах можем посчитать, пардон. Без этого у нас Метрополис Гастинс бы не работал. Но, значит, давайте такой, наверное, пример. Как устроены глубокие порождающие модели с неявной плотностью? Они обычно занимаются как раз сэмплированием, но сэмплированием не в смысле... Да, вот Марков Чейнманда Карла как раз, пардон, а в смысле взять какую-то, значит, взять какую-то величину со стандартным распределением и вот этот Z пропустить через сеть, и на выходе из сети, вот это, собственно, и есть модель, которую мы обучаем, получить уже X из того распределения котиков, которые мы хотим. Да, то есть при таком подходе мы можем получать кучу новых котиков, мы можем, вот мы обучаем, значит, преобразование одного распределения в другое, но у нас нет ни в какой момент явного в виде значения P от X. Ну, формально говоря, мы можем его оценить, если сгенерируем несколько триллионов котиков и, значит, получим это распределение, но в явном виде его нет, и его надо как-то отдельно оценивать, если мы хотим его получить. Вот. Вот такая история. И, значит, к моделям с неявной плотностью относятся, например, ГАНы, Generative Adversarial Networks, о которых мы много будем говорить, но сегодня в основном будем говорить про модели с явной плотностью. То есть мы можем, мы должны сделать какие-то предположения о том, как устроена P от X. Ну, тут опять же есть дальнейшее тут разделение. Тут можно сказать про модели, которые делают предположения о самом P от X, вот, например, наивный байос, а можно рассмотреть модели, которые строят приближения. То есть тут сильные предположения будут не про P от X, а про Q от X. Ну, такие подходы нам тоже из прошлого семестра знакомы. Всякие вариационные приближения, они как раз так устроены. P от X сложные, а мы добавляем еще параметров и делаем, добавляем предположения, делаем очень простое распределение Q от X и в нем ищем, 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 ищем. Что можем, что можем, то ищем. Вот. Значит, опять же, вот давайте к Implicit Density главный пример это Ганы. В Approximate Density главный пример это вариационные автокодировщики. Про них мы тоже будем говорить, тоже не сегодня. А сегодня давайте поговорим про вот эти Tractable Density модели, которые делают предположения о самом устройстве X. Значит, какие это могут быть предположения? Откуда вообще может взяться какое-то разумное представление для P от X если X это сложный многомерный объект, вроде, например, картинки? Ну вот, смотрите откуда. Значит, подавляющее большинство этих моделей Tractable Density можно представить в так называемом авторегрессивной форме. То есть, вот, авторегрессивная модель, она начинает вот с чего. Она берет там какой-то P от X с параметрами θ и говорит, что P от X с параметрами θ, ну что это такое? Это, вот у нас X это какой-то сложный объект, у него есть какая-то размерность. То есть, там D, да, то есть это P от X1, X2, Xd при условии θ. А дальше давайте это совместное распределение разложим таким вот образом. P от X1 при условии θ на P от X2 при условии θ на P от X2 при условии X1, X2, θ и так далее до P от Xd при условии всех остальных X и θ. Ну, такое разложение никаких предположений не делает. Тут, как бы, так можно записать всегда. Но какая-нибудь авторегрессивная модель будет, наверное, строить, будет, наверное, как-то моделировать вот это самое распределение P от Xe при условии X1, Xe минус 1 θ. Вот здесь мы сделаем какие-то предположения и дальше будем обучать эти параметры. И вот так будет устроена наша модель. А объект будем генерировать покомпонентно, поточечно, X1, X2 и так далее, Xd. Ну, здесь могут быть разные предположения, могут быть разные подходы. Ну, например, вот, скажем, мы можем сказать, что мы скользящим окном проходимся по последовательности. То есть мы делаем предположение о том, что P от Xe при условии всех предыдущих и θ, это на самом деле P от Xe при условии нескольких предыдущих и θ. То есть вот тут X как-то выстроены, и мы следующий X при условии нескольких предыдущих моделируем. А еще один следующий при условии вот этих предыдущих. Вот такое типичное предположение, которое упрощает происходящее. Если K маленькое, это может быть, это распределение можем вообще напрямую обучать. Если K побольше, там тоже нужна модель. Ну, в общем, вот один пример. А другой пример таких авторегрессионных моделей, это как раз модели со скрытым состоянием каким-нибудь. И, ну, здесь самый понятный пример, это как раз рекуррентные нейронные сети, о которых мы говорили в прошлый раз. То есть мы говорим, что у нас есть вот такая вот структура. Вот это идут Xe, X1, X2, Xe, минус 1, Xe и так далее. И эти Xe, вот как в рекуррентной сети, эти Xe получаются из какого-то скрытого состояния. Вот тут есть H0, тут H1, тут HI, минус 2, тут HI, минус 1, тут HI. Вот. Они получаются из какого-то скрытого состояния и очередного наблюдения. То есть здесь какое предположение получается, что P от Xe при условии всех предыдущих X и θ, это на самом деле P от Xe при условии HI, минус 1, это это. То, где там HI, минус 1, ну, HI давайте напишу, это вот какая-то функция от, чего там, Xe, HI, минус 1, это это. То есть следующий HI, он получается составлением Xe и HI, минус 1. Вот рекуррентные нейронные сети работают вот так, например. И это тоже типичный пример того, как можно построить модель с явной плотностью, которая делает какие-то предположения. Но видите, эти предположения, как мы видели в рекуррентных сетях, они не такие уж сильно ограничивающие. То есть мы можем тут сделать довольно много всего интересного. И вот структура этой функции F и этого распределения P может быть довольно сложной. Вот. Тоже сразу давайте анонсирую, что авторегрессионные модели, это, конечно, большинство моделей с явной плотностью, но не все. Можно и что-нибудь другое тут придумать. Вот такой яркий пример, о котором мы, я надеюсь, успеем поговорить в этом курсе. Это модели, основанные на потоках. Но сейчас я говорить про них, конечно, не буду. Но смысл там в том, что вместо того, чтобы строить что-то покомпонентное, мы набираем P от X как композицию относительно простых преобразований. Ну, соответственно, они параметризованы. То есть это какое-то там стандартное... Справа надо написать. Какое-то стандартное P0, а дальше тут какие-то функции к нему применяются. И таким образом исходное преобразование, постепенно... Исходное распределение простое, из которого мы умеем сэмплировать, постепенно превращается в более сложное. Вот. Тоже интересный набор моделей. Про них надеюсь, что поговорим. Вот. Вот такие дела. Значит, это такая некая общая структура. А теперь давайте я попробую перейти к чему-нибудь более конкретному. Значит, ну вот, давайте поговорим о том, как можно устроить... Как можно устроить авторегрессионную модель при помощи нейросетей. Вот как это вообще может работать. Ну, смотрите. На самом деле, опять же, это может работать как угодно. Например, рекуррентность. Или как сеть, которая читает некоторый предыдущий вход, делает им что-нибудь, например, свертками его обрабатывает и выдает следующее. Ну, вот, давайте я расскажу про несколько таких моделей. Они, конечно, в основном уже исторический интерес представляют, но, как обычно, в курсе я рассказываю не о том, что нужно приближать, спрограммировать, а о том, что на практике... о том, что дает какие-то... о том, что дает какое-то понимание происходящего. Вот первая такая модель это... MADE и, значит, MADE, значит, Masked Autoencoders. DE я уже забыл, наверное, там, for density estimation, что-то в таком духе, но неважно. В общем, маскированные автокодировщики. И она, давайте, позволит нам вспомнить, что такое автокодировщик, во-первых, ну, а во-вторых, просто изящная конструкция. Вот смотрите, есть у нас вход x1, x2, xd, значит, что делает с ним обычный автокодировщик? Напоминаю. Он... У него есть часть-кодировщик, энкодер, который делает из этого x какой-то другой вектор z, ну, скорее всего, в меньшей размерности, и потом есть декодер, который, значит, выдает вектор такой же размерности, ну, и когда мы обучаем автокодировщик, мы просто хотим, чтобы декодер восстанавливал x из его сжатого латентного кода z. То есть, условно говоря, наша функция ошибки это какая-нибудь там норма разности x-крышечки минус x, мы ее хотим минимизировать. Вот такой вечный вопрос, на который мы дадим несколько разных ответов в этом курсе, это, смотрите, автокодировщики это очень хорошая, такая понятная архитектура, которая, казалось бы, учится рисовать котиков. Смотрите, вот у меня x, это какой-то большой объект высокой размерности, и вот этим преобразованием он внезапно попадает в пространство гораздо меньше размерности, там, не знаю, на R500, из своего там R3 миллиона, а потом эта точка обратно разворачивается в замечательного, почти такого же котика, x-крышечки. И, собственно, возникает вопрос, если мы взяли автокодировщик и обучили его, и он начал действительно замечательно восстанавливать котиков, почему это не является уже готовой прекрасной порождающей моделью? Зачем нам вообще что-то еще? Давайте просто возьмем новый какой-нибудь z, прогоним его через декодер, и он нарисует нам нового котика. Что здесь, в чем подвох? Нам нужно угадать хороший вектор z. Да, то есть, смотрите, действительно, автокодировщик упрощает структуру этого, ну, не упрощает, обучает структуру этого суперсложного многообразия в размерности 3 миллиона. Но даже в размерности 500 все-таки этот автокодировщик строит все равно довольно сложное многообразие, в смысле многообразие то, в которое переходят настоящие котики под действием этого автокодировщика, По действиям энкодера. И если мы сумеем попасть в него, то, конечно, мы нарисуем хорошего котика. Но в реальности мы вряд ли в него попадем. Скорее всего, это будет экспоненциально маловероятно. И поэтому просто автокодировщик сам по себе такой поражающей моделью не является. И вот у нас на самом деле из этой изначальной точки, почему же у нас так не получается, будет несколько ответов на вопрос, как же все-таки сделать автокодировщик поражающей моделью. Но сейчас ответ вот из этой корзинки, ответ из Structable Density Models. Давайте попробуем все-таки автокодировщик построить немножко по-другому. Значит, а именно давайте вот так попробуем построить. У нас по-прежнему на входе x1, x2, xd. Но теперь давайте я попробую этим автокодировщиком формализовать. Ну, то есть он уже такой не совсем автокодировщик будет. Это будет другая немножко архитектура. Сейчас вы видите. Давайте я попробую им сделать... Нет, будет автокодировщик. Давайте я попробую им сделать порождающую авторегрессионную модель. То есть у меня вот здесь x1, x2, xd. Справа у меня там x1 с крышечкой, x2 с крышечкой, x3 с крышечкой, x4 с крышечкой, xd с крышечкой. Я по-прежнему хочу обучать его вот таким образом, да? То есть я по-прежнему хочу, чтобы это был автокодировщик, который устанавливает x по x. Но теперь я хочу, чтобы он моделировал вот это авторегрессионное предположение. То есть, например, я хочу, чтобы x1 с крышечкой, он вообще ни от чего не зависел, получался просто из p от x1. То есть вот эти входы, они не оказывают влияния на первый выход. x2 должен получаться из распределения p от x2 при условии x1. То есть у меня в этой архитектуре, которую я буду строить, будет связь из x1 в x2. А из x1 в x1 не будет связи. Потом, соответственно, там x3 должен взяться из распределения p от x3 при условии x1, x2. То есть вот в x3 с крышечкой у меня должны... на него могут повлиять x1 и x2. А x3 и все последующие не могут повлиять. Ну и так далее, как вы понимаете. Вот, значит, в x4 у меня войдет три входа. И так до самого конца, в самом конце, там, в xd войдут, смотрите, все, кроме последнего. Вот, xd войдет и не входит никуда. Вот. То есть я бы хотел... Я бы хотел, чтобы моя конструкция, моя архитектура обладала вот таким свойством. Если я так сделаю, то, в принципе, дальше я могу просто обучать ее как автокодировщик. Подавать на вход x и ожидать, что на выходе тоже будет x. У меня понятные функции ошибки, понятно, как подтащить вердиенты. Все равно, значит, нормально будет работать. Ну вот, made, maskeded autoencoders, это как раз такая конструкция. Ну, она как там примерно это делается? Вот это уж совсем нам не важно. Ну, так, условно нарисую. Они это делают просто из multilayer перцептронов. То есть там есть, скажем, какие-то скрытые слои, да. Вот, скажем, у меня 4 входа и 4 выхода, соответственно. Вот, соответственно, я хочу, чтобы в первый выход ничего не входило. Он как-нибудь сам будет просто обучать глобальное распределение. Во второй выход, ну, я имею возможность подать что-то из первого входа. Ну, давайте, вот, например, вот так вот эту часть я посвящу второму выходу. Это, вот я как рисую эти самые линии, это связи, соответственно, между нейрончиками. Ну, и вот forward propagation идет так, backward propagation идет обратно. Вот это x, вот это x, а вот это x крышечка. Вот, потом в x3, смотрите, я могу дать те же самые нейрончики, которые были в x2. И еще чего-нибудь добавить. Ну, вот, например, давайте я еще один нейрончик добавлю. Вот, и, ну, соответственно, сюда я теперь имею право вот эти подать. Что я еще имею право сделать? А, и сюда я имею право вот это подать. Вот так, да? То есть, x2 теперь может участвовать в порождении x3. Ну, в x4 там еще интереснее, давайте попробуем нарисовать. Вот эти, конечно, приходят, это приходит. Ну, теперь весь остаток архитектуры туда приходит. И, значит, вот сюда тоже могут приходить все. В общем, здесь уже эти последние два нейрончика начинают получать все входы, которые можно. Они уже от всего зависят. Ну, кроме, соответственно, x4, x4 не идет никуда. Вот. И вот такая получается конструкция. То есть, это как бы полносвязная сеть, но в ней некоторые связи выкинуты так, чтобы не было пути, например, от x2 в x2 на выходе. И чтобы не было пути от x3 в x3 или от x3 в x2 и так далее. Ну, вот сама эта работа посвящена тому, как строить такие маски, как их рандомизировать, потому что там, конечно, хочется взять случайный порядок x-ов, потому что если фиксировать порядок, то он может казаться неудачным. И, в общем, вот про это была эта работа, но я хотел рассказать вот эту суть, что автокодировщик, в принципе, можно сделать сопровождающей моделью таким авторегрессионным образом. Дальше, развитием вот этой авторегрессионной идеи были модели, ну, они уже более специфические, картиночные. Давайте нарисую картиночку с пикселями. Вот. А модели, которые рисовали картинки пиксель за пикселем. То есть, вот в очередной момент времени у меня какая-то часть нарисована в этой картинке, и я рисую следующий пиксель. Вот этот. Это очередной там x3. И x3 я должен как-то посамплировать, и спе от x3 при условии всех предыдущих x-ов и параметров модели. Ну и, соответственно, тут возникает такой вопрос. Вот у меня тут много-много пикселей, причем не просто много, а их переменное число. К следующему x-у будет уже на один пиксель больше условий. Как мне собрать из них, то есть это по-прежнему авторегрессионная модель, мы по-прежнему рисуем картиночки шаг за шагом. Ну вот, как мне собрать информацию из этих пикселей и превратить ее в какой-то выход, в какое-то распределение x-ов. Это, оказывается, можно сделать по-разному. Ну вот, собственно, у нас есть два подходящих инструмента для этого. Это рекуррентная сеть и сверточная сеть. Просто тут надо немножко постараться с тем, чтобы их как-то именно определить. Вот, если мы говорим про рекуррентные сети, пиксел RNN это называлось, то тут возникает вопрос. Вот у меня есть очередной exit, и вот у меня есть тут все остальные пиксели. Я так с интервальчиком нарисую. А есть и остальные предыдущие пиксели. Информацию от этих пикселей надо как-то собрать в этом exit. Ну и там сравнивается несколько разных вариантов. То есть понятно, что мы бы хотели, чтобы большее влияние на exit оказывали его непосредственные соседи. То есть мы не хотим вот так просто змейкой рекуррентно собирать пиксели, потому что получится, что вот этот пиксель далеко, а вот этот гораздо ближе, хотя зачем так? То есть нам нужно придумать, как собирать пиксели в этой картинке. Ну вот, например, можно вот так собирать пиксели. То есть мы скрытое состояние передаем по вот этим стрелочкам. И, соответственно, очередной пиксель, это значит у них у всех одна и та же архитектура, одна и та же маленькая сеточка, которая от соседей собирает скрытое состояние, ну там начиная с каких-то H0 формальных, да. Вот. От соседей собирают скрытое состояние, и там в следующих соседей передают то, что получается. Вот. Или можно по-другому как-то собирать. По-моему, там другой вариант был собирать вот так вот по диагонали. Ну то есть эти стрелочки остаются, а тут они становятся диагональными. И вот сюда, соответственно, тоже это все идет. Вот. Ну, не суть важна, в общем, вы поняли смысл. У меня в каждом пикселе сидит рекуррентный, блок рекуррентной сети. Он получает скрытое состояние, перерабатывает их, выдает новое скрытое состояние, пропагирует его дальше. И так оно рано или поздно приходит в их сытый, и все получается. Вот. А со свертками еще проще. Значит, пиксел CNN. Там еще проще. Там просто нужно... То есть я просто порождаю этот злосчастный пиксель обычными свертками. Там вот свертка 3х3. Потом на следующем уровне, точнее на предыдущем уровне, там тоже были, скажем, свертки 3х3. Вот. Нет, это не просто не было, сейчас расскажу. Тоже были свертки 3х3. Вот. А единственная, значит, загвоздка, как что нужно изменить в сверточной сети обычной, это то, что нужно сделать так, чтобы эти свертки не зависели от будущего, от пикселей, которых мы еще не знаем. Ну, соответственно, когда я делаю вот эту свертку, например, зелененькую, я должен сделать в ней маску, которая обнулит все, кроме вот этих пикселей, потому что остальных мы не знаем. Ну, и, соответственно, там вот эта голубенькая, она должна только вот эти два пикселя использовать, а все остальные не использовать. Вот. Вот такое дело. А в остальном это просто обычная сверточная сеть, которая как-то там собирает и через несколько слоев выдает вот этот пиксель. Вот такие были ранние попытки устроить в явном виде авторегрессионные глубокие модели. Давайте я покажу, как они работали. Так, значит... Упс. Извините. Пардон, сейчас перезайду. Да, прошу прощения за технические трудности. Давайте попробуем продолжить. Я собирался вам показать, как это все работало, и как вот эти первые ранние глубокие порождающие модели выглядели. Ну, про порождающие и дискриминирующие мы когда-то говорили. Мы, например, из случайного шума хотим порождать замечательных котиков. Вот. Порождающие сложнее, чем дискриминирующие. Это мы все уже выясняли. И вот эта та картинка, которую я начинал рисовать, тут... Ну, я не всю эту картинку еще рассказал, но в целом мы сейчас находимся вот здесь, в Expressive Density Models, в Tractable Density подразделе. И вот мы сейчас вот эти Pixel-Wise модели рассматриваем, которые по пикселю, которые делят x на отдельные компоненты и поочередно эти компоненты порождают. Вот. Ну вот, Mate выглядел вот так. Я вот примерно такую картинку пытался рисовать. Да. И, значит, следующим этапом были вот эти Pixel-RNN и Pixel-CNN. То есть, где тут... Ну вот, например, это разные варианты того, как сделать рекуррентную сеть. Да. Ну вот мы как раз проходили недавно рекуррентные сети. Видите, в принципе, рекуррентная сеть не обязана быть последовательностью. В смысле, ее вход не обязан быть последовательностью. Это может быть более сложная структура. Просто тогда каждый узел рекуррентной сети должен уметь получать на вход не одно скрытое состояние, а несколько скрытых состояний. А так, в общем, никакой разницы нет. Он по-прежнему их перерабатывает, передает куда велено. И так это все и работает. Ну вот в данном случае, например, вот так или вот так, мы собираем постепенно эти латентные векторы. Или CNN. Ну вот тут у нас есть, значит, следующий пиксель, который мы пытаемся предсказать на основе какой-то свертки. Там, по-моему, нет, нет, у меня тут более хорошие картинки. Но, в общем, обычные свертки. Просто мы их делаем маски на те пиксели, которые еще не порождены. Таким образом получается авторегрессивная модель. Вот. И вот так они рисовали картинки в 2016 году. И на самом деле это было неплохо. То есть, для 2016 года это прямо неплохое порождение, довольно высокой размерности. Более того, они умели легко обобщаться на задачи вроде, а давайте мы часть пикселей закроем, попробуем их дорисовать. Да, для таких моделей авторегрессивных в этом вообще никакой проблемы нет. Окей, значит, часть пикселей мы не порождаем, а подставляем фиксированную. А так ничего не меняется. Вот. И они действительно умели хорошо это дорисовывать. А вот хорошая картинка, вот видите, вот тут такая свертка, которая должна не забегать вперед. И вот тут надо ее, значит, правильно организовать. Вот. Соответственно, вот так работал PixelCNN, например. Он умел порождать картинки не слишком высокой размерности, но довольно хорошие. По тем временам-то прям весьма хорошие. И, в принципе, это все работало неплохо. Но, и, наверное, если сделать такую сеть сейчас, с высоты нашего накопившегося опыта глубокого обучения и понимания того, как это все работает, то, конечно, можно вообще неплохие картинки рисовать таким образом. Там главная проблема с авторегрессионными моделями вообще, из PixelCNN особенно, в том, что очень уж это медленно получается. Да, то есть мы должны для того, чтобы построить такую картинку, мы должны пиксель за пикселем породить ее. То есть мы для каждого нового пикселя должны прогнать какую-то сеть. Причем это невозможно там распараллелить и обобщить, потому что для того, чтобы построить следующий пиксель, кстати, важный момент, давайте я про него поговорю. Для того, чтобы построить следующий пиксель, нам нужно знать предыдущий, а его еще нет. И это, вот давайте я сейчас это упомяну, это важная мысль, к которой мы еще вернемся, когда много будем обсуждать, когда про потоки будем говорить. Смотрите, у нас вот есть в любой авторегрессионной модели, у нас есть какой-то вход, x1, x2, xd, и есть какой-то выход, x1 с крышечкой, x2 с крышечкой, xd с крышечкой. И можно, вот если мы строим обычную авторегрессионную модель, то мы, значит, x1 с крышечкой порождаем из ничего, x2 с крышечкой из x1, x3 с крышечкой из x1 и x2 и так далее. И для того, чтобы это работало на порождение, нам нужно неизбежно вот этот x1 взять и подставить сюда, потому что откуда же еще он возьмется. А вот этот x2 нужно взять и подставить сюда. И таким образом, пока мы не породим x2 с крышечкой, мы не знаем, что... Мы не можем породить x3 с крышечкой. То есть применение авторегрессионной модели очень медленное. Ну, да, формально говоря. С другой стороны, обучение авторегрессионной модели не сталкивается с такими трудностями. Посмотрите, у меня есть... Я вот построил какую-то такую архитектуру, которая предсказывает x3 на основе x1 и x2 и так далее. Как я ее обучаю? У меня есть какой-то x здесь, у меня есть тот же самый x здесь, который я хочу получить. И я совершенно без проблем уже знаю все x с крышечками. Совершенно без проблем... Значит, я просто беру этот x... Извините, совершенно без проблем. Зная все x, я могу просто за один проход прогнать всю архитектуру, получить полностью x с крышечкой и дальше его целиком подать на вот эту функцию ошибки, которая будет оценивать разницу между ними. То есть и градиент пропагировать тоже сразу через всю архитектуру. Мне при обучении не нужно вот этого последовательного процесса. Вот. То есть обучение тут быстрое, а само использование, само порождение, оно очень медленное. Можно было бы сделать наоборот. Можно было бы сделать... Ну я сейчас давайте не буду углубляться, вот в потоках я это расскажу подробно. Можно было бы сделать модель, в которой, напротив, применение быстрое, мы генерируем сразу все x с крышечкой, но обучение долгое. То есть чтобы обучить... То есть чтобы обучить там архитектуру, ведущую к следующему x, нужно знать что-то из предыдущего x. Вот. И вот этот трейд-офф, то есть либо одно быстро, другое медленно, либо другое быстро, первое медленно, вот он важен для порождающих моделей. И как раз потоки, которые я упоминал, они заработали всерьез после того, как люди научились эту проблему преодолевать. Потому что иначе там либо одно, либо другое работало слишком медленно. Вот. Вот такие дела. Значит, да, PixelCNN. И последняя, наверное, модель в этом разделе, в TractableDensity, последняя, но важная модель, это WaveNet. Значит, WaveNet основан вот на какой идее. Ну, это обычная авторегрессионная модель. Сейчас я даже не буду перерисовывать, я просто покажу на слайде. Ну, там суперпростая архитектура, вообще никаких, ну, там очень мало новых идей именно архитектурных. Вот. Но это была очень смелая мысль в 2016 году попробовать порождать звук, например, человеческую речь, вот так вот, пиксель за пиксель, то есть отчет за отчетом. Да? Вы знаете, что звук — это такая последовательность амплитуд, да? И, как бы, все, что мы знаем о звуке, вся классическая наука про сигнал-процессинг, все распознавание речи, все это говорит о том, что звук — это что-то такое про частоты, да? То есть это надо, надо бы построить спектр этого сигнала, взять преобразование в фурье, потом может быть кепстер этого сигнала, значит, оттуда поискать какие-то, значит, параметры, ну, вот, стандартные признаки, которые в звуке выделяются, они выглядят так. А вот эти дипмайндовские исследователи пришли и сказали, ну, да, ну, частоты понимаем, но давайте все-таки братья просто порождать следующий отчет на основе предыдущего. Вот. То есть у них сверточная сеть, и поскольку звук — это реально одномерная последовательность, тут вообще никаких проблем нету, все очень просто. Тут только две вещи нужно обеспечить. Во-первых, свертки, как всегда, не должны забегать вперед, то есть вот следующий отчет из предыдущего получается. А во-вторых, все-таки звук — это такая штука с высокой частотой, и нам бы хотелось иметь как можно больше окно. Да, нам бы хотелось, чтобы там, когда мы порождаем следующий отчет, сеть имела возможность посмотреть не на 100 миллисекунд назад, а хотя бы там на пару секунд назад. И для того, чтобы это обеспечить, нужно, конечно, строить свертки не так, как сверху нарисованы, а максимально разреженные. Ну, то есть, например, вот здесь, видите, на каждом слое мы удаляем, как бы мы оставляем один путь из каждого входа к выходу. Да, вот здесь путей много, вот этот, видите, этот вход, он по-разному доходит до выхода. А здесь мы оставляем один путь, превращаем сверточную архитектуру в дерево. И таким образом мы исправляемся, таким образом наш каждый слой как бы получается, что не аддитивно увеличивает окно, а мультипликативно его, скажем, удваивает, как в этом примере. То есть, вот первый слой свертки смотрит на два отсчета, как и здесь, но во втором слой уже на четыре, в третьем на восемь, в четвертом на шестнадцать. Вот такая тоже идея, довольно стандартная, уверен, что Вейвнет не первым ее придумал. И из этой идеи получается архитектура. Опять же, это из тех архитектур, которые относительно быстро обучаются и потом медленно генерируют. Это всегда было проблемой. Сама архитектура очень простая. Там сколько-то слоев. Каждые слои — это просто разреженная свертка, дальше какая-то тут, значит, активация, и через свертку один на один, ну, residual connection, конечно, к следующему слою, а так через свертку один на один вот это получаются признаки на этом слое, и они потом все вместе собираются, там усредняются, еще пара слоев и софтмаксовых. То есть архитектура довольно простая. И еще в 2016 году у них очень неплохо получалось генерировать звук такой вот штукой. Я, видимо, не могу через Zoom дать вам послушать, поэтому не буду проходить по ссылке, но можете пройти по этой ссылке. Там примеры того, как WaveNet разговаривает и очень хорошо разговаривает. Потом с WaveNet стали происходить разные вещи. Ну, и давайте не будем углубляться в расширение WaveNet. Вот, ну, понятно, они там захотели в явном виде построить там вложения для дикторов, чтобы не нужно было отдельную модель для каждого голоса обучать, а можно было подавать это как условие. Там фундаментальная частота, там еще что-то, в общем, всякие лингвистические и акустические параметры стали, стало возможным задавать как параметры для выхода модели. Но все это не решало главную проблему WaveNet, а именно то самое медленное порождение. Вот это оставалось всегда главной бедой. И решили ее совсем недавно, но тоже это уже скорее к потокам относится, там расскажу, сумели обучить модель, которая теперь, наоборот, быстро порождает. И WaveNet ускорил свое порождение примерно в тысячу раз после этого, что неплохо. Вот. Вот такие дела. Есть еще какие-то другие, более маргинальные идеи того, как строить порождающие модели. Вообще, давайте вернусь на эту картинку. Смотрите, мы поговорили сейчас вот об этой части, мы еще поговорим вот об этой части, еще поговорим вот об этой части. Прямо сейчас начнем разговор про вот эту часть программы. А есть еще какие-то, значит, более маргинальные вещи, которые, видимо, в итоге ни к чему хорошему не привели, но звучат интересно. Например, вот Generative Stochastic Network. Вот это правильно, как MCMC методы превращаются в неявную модель. Там как бы марковская цепь, вот это с переходами, моделируется нейронной сетью. То есть мы как бы обучаем не P от X и применяем потом к нему алгоритм Метрополиса Гастингса, а мы обучаем вот эти переходы марковской цепи. Это проще. И они могут обучиться, а потом мы уже используем эту сеть несколько раз и считаем, что то, что получилось, это сэмпл исходного распределения, как в обычных марковчейнментах Карла. Это называется Generative Stochastic Network, но вот с 2015 года про них не слышно, поэтому, наверное, не масштабируется. Вот. А мы с вами двигаемся дальше. Я, как обычно, тороплюсь, потому что разговор еще, разговор в нашем курсе еще долгий, еще много всего хочется рассказать, а мы уже перевалили за середину. и давайте я перейду к одной из главных тем в порождающих моделях, а именно к порождающим состязательным моделям Generative Adversarial Networks. И про них мы будем явно говорить не только сегодня, но и через неделю, и может еще. порождающие состязательные сети пытаются решить вот какую проблему. Смотрите. Значит, давайте вернемся. Вот я уже поставил задачу о том, что непонятно, как из автокодировщика сделать порождающую модель, но можно как бы еще более можно еще более простым вопросом задаться. Вот есть у меня как должна выглядеть моя неявная порождающая модель. Она на вход получает случайный шум какой-нибудь. Шум нужен, потому что нейросети нужен источник неопределенности, источник случайности. Значит, случайный шум проходит через модель, и в итоге должен получиться какой-то котик. вот вопрос, собственно, почему нельзя просто взять и напрямую обучать такую модель? Мы же из котиков можем набрать большой датасет, в этом проблемы нет. Чего тут не хватает в этой картинке, чтобы можно было это дело обучать? может быть непонятно понимать действительный котик получился на выходе, то есть мы из шума что-то нагенерили, но как мы поймем, что это кот? Да, совершенно верно, смотрите, датасет ты мог собрать и соберу, но какая к этому датасету приложена функция ошибки непонятно. То есть окей, вот у меня z, вот я породил из него x, и у меня тут какая-то получилась картинка, а как оценить котиковость этой картинки? Непонятно. И вот ганы Generative Adversarial Networks отвечают на этот вопрос очень интересным образом. Значит, вот эта часть будет называться генератором, а дальше идея такая, давайте обучим еще одну модель, другую, которая будет называться дискриминатором, которая решает просто задачу бинарной классификации. Ей на вход подают то настоящих котиков, x real давайте назовем, то вот таких порожденных котиков, фейковых. И дискриминатор, соответственно, хочет отвечать, ну, что он хочет, он хочет отвечать ноль, если это фейк, и, скажем, единичку, если это настоящий котик. Вот. То есть дискриминатор это тоже модель, ее тоже надо обучать, у нее тоже есть свои веса, но теперь мы можем надеяться на то, что если эта модель достаточно выразительная, она должна быть весьма выразительной, не хуже генератора, то мы, может быть, сможем заставить, для того, чтобы генератор смог научиться обманывать дискриминатора, ему придется довольно много, довольно хороших котиков нарисовать. То есть в идеале это должно работать, давайте покажу картиночки, вот, ну, это вот я уже объяснил, да, у нас есть настоящая картина, у нас есть поддельные картинки, какой-то детектив выясняет, какая, что здесь настоящее. вот, и в идеале это должно работать примерно так, что вот, ну, например, сначала генератор плохой, он хочет нарисовать доллар, но у него не очень получается, ну, и дискриминатор сначала как бы ничего не умеет, то есть он смотрит на это дело, видит, что нет, ну, окей, ладно, случайный ответ, предположим, это хорошая купюра. Дальше дискриминатор постепенно обучается, научается понимать, что это фейк. И тогда генератор опять же должен понять, что именно генератор, как именно генератор пришел, как именно дискриминатор пришел к такому выводу и научиться делать получше фейки, чтобы обманывать теперь этот дискриминатор. То есть уже видно, что сам процесс получается такой принципиально итеративный. мы не можем просто взять и обучить хороший генератор сразу, и хороший дискриминатор сразу, потом его использовать, потому что мы не знаем, какие фейки будут генерироваться, мы не знаем, какие плохие котики могут прийти на ум генератору, то есть это такой вот процесс состязания брони и снарядов. вот. Ну, а если это попытаться написать формально, то формально у нас получится такая история. Смотрите, у нас получится значит функция ошибки для дискриминатора, это что такое? Ну, это просто бинарная кроссонтерапия для с этой самой бинарной классификации, то есть если значит я беру настоящий x из датасета, то я бы хотел отвечать единичку, там с полгарифом было побольше. Если я беру фейковый x из распределения генератора, да, то я бы хотел, чтобы дискриминатор отвечал ноль. все вот это как я написал значит это эту штуку я бы хотел максимизировать по параметрам дискриминатора. Вот. А что делает генератор теперь? Значит дискриминатор обучается это максимизировать, а генератор соответственно ну можно сказать, что он то же самое пытается минимизировать по своим весам. Но в реальности конечно вот это первое слагаемое ему недоступно, тут нету генератора. В реальности ошибку для генератора, ну и тут я тоже написал пока без явного генератора, поэтому давайте я напишу так. Ожидание по Z, Z какое-то стандартное распределение, а здесь соответственно логарифм 1 минус D от G от Z. И вот это хочется минимизировать по параметрам генератора. То есть по сути у них одна и та же функция и задача, которая стоит в обучении ганов внезапно выглядит чертовски сложной. Получается, что мы должны минимизировать по генераторам. То есть мы хотим обучить такой генератор, который обманет даже очень хороший дискриминатор. Вот. И это, конечно, такая задача, равных которой мы не видели в машинном обучении никогда. Если вы занимаетесь, если вы когда-нибудь занимались чем-нибудь вроде теории игр, то вы понимаете, что как только у нас в задачи оптимизации добавляется еще одна перемена квантуров, то есть просто минимизация или максимизация и мы переходим скажем к мини-максу, то сложности этой задачи и теоретические и вычислительные возрастают очень сильно. И выглядит это все довольно безнадежно в такой постановке. Но как это на самом деле происходит? Ну на практике это просто значит, что мы поочередно, как я уже говорил, обучаем генератор и дискриминатор, то есть мы как бы зафиксировали генератор, обучаем дискриминатор. Зафиксировали дискриминатор, обучаем генератор. Ну и вот так значит повторить до сходимости. В принципе рабочий вполне вариант. Кроме того, для этой функции ошибки, для вот этой бинарной кроссентропии можно даже и теоретически понять, что там происходит. То есть ну значит теоретически понять, что там происходит. Смотрите, предположим, что мы предположим, что мы зафиксировали генератор, какой тогда будет оптимальный дискриминатор для этого генератора. Ну тут это можно, если надо как-то формально доказать, но как бы мы это все уже так или иначе проходили, мы понимаем, что оптимальный дискриминатор для этого генератора это просто оптимальный байсовский классификатор. То есть это просто там вот есть какое-то абстрактно-теоретическое распределение данных, типа истинное, и есть соответственно распределение, которое дает генератор на этом иксе. Ну и что самое лучшее может сделать бинарный классификатор, он может правильно оценить эти вероятности. И о чем это говорит? Ну понятно, мы не можем это использовать как результат, потому что по датам мы, конечно, не знаем. Но что это нам дает? Это нам дает следующее, что теперь если мы возьмем этот дискриминатор и попытаемся его пообманывать, то какой будет оптимальный генератор? Ну конечно оптимальный генератор это тот, у которого его распределение сходится с распределением данных. То есть даже оптимальный байзовский классификатор просто не будет знать, что делать и он всегда будет выдавать одну вторую. И это хорошо. Это значит, что то, что мы делаем, решая эту задачу, имеет смысл. То есть мы действительно обучаем генератор, действительно обучаем его выдавать распределение соответствующее настоящему распределению данных. ну некоторая проблема с этим заключается в том, что конечно на практике никто никогда не использует эту функцию ошибки. К сожалению выяснилось, что эта функция ошибки очень плохая и она плоха таким довольно принципиальным. она плоха довольно принципиальным образом. Давайте я попробую объяснить. Смотрите, вот предположим, что я где-то в начале процесса у меня есть цвет красный будет настоящий, да, у меня есть какие-то настоящие данные, гауссиан, скажем, вот это настоящая P-дата. А еще у меня есть фейковые данные, которые научился генерировать генератор. Ну и скажем, это вот это все. То есть генератор он берет там какое-то не знаю стандартное распределение, скажем, равномерное на отрезке и превращает его в эти точечки, то есть реализует какое-то распределение. Ну, например, он реализовал гауссовское распределение. Вот. Но предположим, что пока генератор плохой. То есть вот это настоящие данные, вот это фейковые данные и разделить их легко. Что тогда будет делать дискриминатор? Дискриминатор обучит свой любимый сигналит. давайте скажем 0 это единица. Дискриминатор обучит сигмоид, который будет, наверное, выглядеть как-то вот так. И который будет прекрасно разделять эти данные. Ну, вот тут у него есть где-то середина, не суть важная. Легко отличить фейки от настоящих примеров, все замечательно у дискриминатора получилось. В чем проблема? Проблема в том, что теперь через этот дискриминатор нифига градиент не проходит. То есть дискриминатор очень сильно уверен во всех этих ответах. Сигмоид этот уже, ну и он обоснованно уверен, он все правильно делает. Это значит, что сигмоид этот уже находится в какой-то крайне горизонтальной области. И когда мы, например, пытаемся вот этот фейковый пример протащить обратно, сделать ему backpropagation и что-то обучить генераторам, на первом же этапе он умножается на число неотличимое от нуля и никакого обучения не получается. То есть градиенты очень маленькие, они получаются экспоненциально маленькими и, короче, вот этот эффект насыщения мешает нам обучать нормальные генераторы в такой постановке. Вот, поэтому что-то с этим надо делать. Это было проблемой прямо с самой первой, с самой первой, с самого первого момента, когда ганы появились. вот, что-то надо было делать, значит, в самой первой статье про ганы, вот, Иоанна Гудфеллоу предлагалось просто заменить функцию ошибки для генератора на, значит, ну вот, на вариант такой вот, L, G, пусть выглядит как минус ожидания по Z от логарифма D от G от Z. То есть, как бы, вместо того, чтобы просить, вместо того, чтобы пытаться минимизировать вероятность правильного ответа на фейковых данных, давайте вместо этого максимизировать вероятность неправильного ответа. Но это не совсем одно и то же, потому что тут, как бы, это не линейную трансформацию сделал, а написал другую часть этой кросс-энтропии, получается. Вот, тогда насыщение, с насыщением становится попроще, и это все как бы типа работает. Но, все равно, во-первых, про эту функцию ошибки уже нет таких красивых, понятных результатов. Во-вторых, все равно она тоже, конечно, особо не используется, она уступила место совсем другим функциям ошибки, о которых мы, наверное, в следующий раз как раз поговорим. Это самое интересное в Ганнах, функции ошибки, ну и там всякие архитектуры с кучей лоссов. Вот, а пока давайте покажу вам что-нибудь, что я вам тут могу показать. Значит, да, ну вот это мы проговорили, это что такое здесь генератор, дискриминатор, вот функция ошибки дискриминатора, вот функция ошибки генератора, вот получается минимакс, вот оптимальный дискриминатор, значит, ну вот я этого, кстати, не проговорил, тут тоже важный момент, да, минимум, понятно, ну понятно, что оптимальный генератор просто совпадает с податой, но как бы, как он приходит к этой оптимальности? Там, вот сам критерий обучения Ганнов, с этой исходной функцией ошибки, с которой невозможно работать, он получается эквиваленте так называемой дивергенции Йенсена-Шеннона. Дивергенция Йенсена-Шеннона это такой способ симметризовать КЛ-дивергенцию, да, вот КЛ, она несимметрична, как сделать ее симметричной? Давайте возьмем сумму расстояний до центральной точки, тогда тут можно поменять местами по дате и ПЖ ничего не изменится. Значит, да, вот функция ошибки вот эта для генератора плоха, это немножко получше, и в идеале, значит, вот самые-самые первые Ганы работали так, мы как бы попеременно фиксируем генератор, обновляем дискриминатор, фиксируем дискриминатор, обновляем генератор. Это должно выглядеть примерно таким образом. Вот здесь Z с фиксированным распределением внизу, генератор, это вот эти стрелочки, которые превращают Z в X, и, ну, например, генератор обучает нормальное распределение. Черные точечки это данные, значит, мы хотим, чтобы нормальное распределение наше совпало с этими черными точечками, а синий пунктир это классификатор дискриминатора, то есть сначала какой-то случайный, потом, вот, смотрите, дискриминатор обучился, начал хорошо разделять эти два гауссиана. Дальше, что мы взяли? Мы взяли генератор, подправили его так, чтобы он стал плохо разделять эти два гауссиана, но обратите внимание, что он еще не совпал с точками данных, потому что мы не знаем, как это сделать, мы знаем только, как попытаться обмануть дискриминатор, поэтому нужно сделать еще одну итерацию, потом еще одну, и, в принципе, в идеале мы должны получить вот такую картинку. Разумеется, на практике мы ее никогда не получим, но в идеале, значит, ПЖ прекрасно совпадает с податой, тогда дискриминатору ничего не поделать, он всегда отвечает одну, вторую. Вот. Вот самые первые ганы работали примерно вот так, они, ну что они, вот, например, ган обученный наэмнести, если помучатся, сделать хорошую архитектуру, хорошо обучить, то даже самый простой ган может генерировать рукописные циферки в разрешении 28 на 28. Вот. Здесь, значит, примеры сэмплов, а справа выделены ближайшие соседи из реального датасета. То есть, это чтобы показать, что модель не просто запомнила эту девятку, она ее нарисовала, потому что вот самая похожая девятка, она все-таки отличается. Вот. Ну вот они неплохо работали на этом датасете, неплохо работали на этом, но когда там начиналось что-то более сложное, конечно, первые ганы уже не справлялись. Вот. А есть некая наука, некое рассуждение о том, почему ганы хорошо работают, я не буду в нее углубляться в нашем курсе, потому что во-первых, ганы это уже не последнее слово науки и техники, они сейчас используются, они нужны и важны и будут оставаться важными, но, видимо, наилучшее именно порождение уже не принадлежит ганам, поэтому ладно. Вот. Дальше история развивалась так. Первым таким вот успешным ганам, который хорошо порождал картинки уже более разумного размера, там 64 на 64 цветные, это был DC-Gen, Deep Convolutional Gen в 16-м году, то есть, видите, это, видимо, после уже Pixel RNN и Pixel CNN, он, ну, у него, в общем, хороший генератор, полносверточный, что-то мы про это говорили, вот, и, значит, что делал DC-Gen, он рисовал картинки интерьеров спален, вообще, если вы откроете ранние работы про порождающие модели, там везде будут эти спальни, ну, я не знаю, кто первый, но кто-то, видимо, первым использовал этот датасет как модель, на и дальше, чтобы сравниться с предшественниками, всем приходилось рисовать спальни, вот, значит, это, вот, после, там, одной эпохи обучения мы получаем вот такие картинки, а когда обучение уже закончилось, сошлось, после пяти эпох, мы начинаем получать очень неплохие картинки этих самых спален, и вот эта важная картинка, которую я бы хотел, наверное, объяснить, значит, смотрите, как нам оценить, что Ганн действительно хорошо работает, что он действительно обучил распределение, из которого потом можно смело сэмплировать, ну, в смысле, что вот у меня тут есть, значит, какое-то распределение для Z, оно, скорее всего, стандартное, там, круглый Гауссиат, потом моя модель через генератор начинает производить какие-то X-ы из этих Z-ов, вот, как, как можно проиллюстрировать, что действительно это преобразование из любого посамплированного Z-а, или, там, из многих посамплированных Z-ов будет делать хорошие X-ы. Можно сделать вот как. Можно взять два X-а, ну, два X-а, которые дают хорошие картинки, два Z-а, которые дают хорошие картинки. Вот, например, у меня тут есть какой-то X-1, а тут есть какой-то Z-2, который тоже рисует неплохую спальню X-2, или котик. И потом попытаюсь пытаться, значит, пройти по прямой из Z-1 Z-2. То есть в пространстве Z-а, в пространстве латентных кодов мы просто строим несколько выпуклых комбинаций альфа на Z-1 плюс один минус альфа на Z-2. Вот, прогоняем это через генератор, получаем какие-то X-ы, X-ы естественно не должны выстраиваться напрямую, то есть здесь будет какая-то совсем другая, наверное, будет какой-то совсем другой путь из X-1 в X-2. И нам бы хотелось, вот, какая, что мы хотим увидеть, проделав такой эксперимент, нам бы хотелось, чтобы в каждой промежуточной точке вдоль этого пути мы видели не что-то непонятное и бесформенное, а мы видели реально хорошую картинку там, котик из спальни, чего нам надо. То есть, если бы мы нарисовали, значит, если бы мы по прямой пошли из X-1 в X-2, значит, прямая, прямая получилась, так, если бы мы по прямой пошли из X-1 в X-2, то в пространстве пикселей, вот в этом пространстве, там, миллион, с размерностью миллион, это бы выглядело, понятно, что очень плохо. Это бы выглядело, как там одна картинка проявляется постепенно на фоне другой. Естественно, где-то в середине это будет вообще непонятно что. А нам бы хотелось, чтобы вот это многообразие, на которое распределение вероятности, в которое переходит стандартный Gaussian, чтобы оно было красиво, чтобы там все было везде хорошо. Поэтому, опять же, во многих работах про порождающие модели, если там есть вот эта концепция перевода латентного кода в объект, то скорее всего вы там увидите картинки с иллюстрацией вот этой прогулки по пространству признаков. Ну и вот уже в DC-Gan это все неплохо работало. Там есть какие-то другие свойства, там чуть ли не векторная арифметика стала получаться, типа вот мужик в очках минус мужик без очков плюс женщина без очков получается женщина в очках, но она там не очень работала и на самом деле никакого смысла в этом особо нету, поэтому на этом устанавливаться не будем. Но в целом это был такой вот уже один из первых реально рабочих GAN-ов, которые могли рисовать картинки. Но как видите эти картинки не то чтобы сильно лучше, чем то, что рисует пиксель Сиэна, просто они рисуются гораздо быстрее и они тоже вполне неплохие. Вот. Ну и что еще можно сказать про ранние GAN-ы, у них всегда была одна большая проблема, которая проявлялась в разных формах, проблема того, что они как бы, ну вот если вы возьмете эту, например, полносверточную архитектуру и будете генерировать картинку, то когда вы генерируете там верхний левый угол картинки, на последних слоях у вас уже нет доступа к остальным частям картинки, понимаете, то есть вообще говоря, конечно, это все из одних и тех же признаков было порождено, там какая-то глобальная кокерентность должна сохраниться, но одно дело должна, другое дело как в реальности, и в реальности часто получалось, получаются проблемы с какими-то глобальными свойствами того, что мы порождаем, то есть вот мы начали рисовать песика, и вот мы нарисовали глаз песика, потом нарисовали второй глаз песика, потом что-то как-то забыли, решили, что это опять первый глаз, и нарисовали третий, а потом еще шесть. Вот, это были такие типичные проблемы ранних ганов. Вот, то же самое с перспективой, Мы начали рисовать пёсика слева, потом задумались и начали рисовать пёсика по другим углам справа, сменив угол обзора, например. Здесь, кстати, на этой картинке есть подвох. Можете найти подвох. Ну, я не знаю, может, вам плохо видно, конечно. Ну, в общем, тут собраны примеры картинок, порождённых ганами, где проблемы с перспективой, но в одном из этих примеров нет никаких проблем с перспективой. Вот. Ну, теперь, когда я сказал, наверное, видно, вот этот котик слева-снизу, это совершенно нормальный котик, просто он вот так вот спит. То есть, это, на самом деле, не вполне очевидно, и показывает, что действительно тут есть о чём задуматься, и эти проблемы, может быть, не имеют таких уж очевидных решений. Но, в целом, значит, так работали самые первые ганы, но с тех пор они действительно прошли большой путь, и современные ганы работают уже, конечно, гораздо лучше. Вот. Это ган, это, по-моему, биг ген 2018 года. Можно, конечно, продолжать эти картинки, просто уже не видно будет разницы. И в 20-м, и в 22-м году появлялись новые порождающие состязательные сети, которые делают порождение ещё лучше, просто теперь они уже исправляют такие ошибки, которые фиг заметишь на слайде. Я вам потом покажу. Вот. И, собственно, наверное, самое интересное в этом разговоре про ганы, это то, как же мы прошли этот путь, что мы добавили к этой исходной идее, к исходной идее сделать состязание между генератором и дискриминатором. И вот именно этим, наверное, мы с вами будем заниматься в следующий раз. Есть ли у вас вопросы? Ну, хорошо. Тогда, если вопросов нету, спасибо большое, и через недельку поговорим про ганы поподробнее. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.